Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Сегодня мы поговорим о рекламных креативах, о тех важных первых сигналах для пользователя о нашей компании. Многие большие организации тратят огромные бюджеты лишь на создание контента для рекламы, которое пользователи будут видеть всего 3 секунды. Все начинается с оффера. Первое, с чего мы начинаем, это пишем продающий оффер к вашему предложению. Сейчас мы пишем курс в разрезе НКО, и казалось бы, какой тут может быть оффер? Это же чисто коммерческая история. Но нет, не все так просто. Оффер — это, по сути, очень понятное и сухое уникальное преимущество твоего предложения над другими. Поэтому для начала нам надо освоить написание офферов. Хотя это целое искусство, я постараюсь кратко изложить суть. Сейчас у нас на слайде я привела в пример стандартные составляющие грамотного рекламного предложения. Пройдемся по пунктам. Первое. Боль, вопрос или интрига. Мы пытаемся выявить боль нашей аудитории, но не какую-то абстрактную, а прямую. Ту, которую мы закрываем прямо сейчас. Или задаем вопрос с заведомо очевидным ответом. Банальный пример. Надоело работать в офисе? И, конечно, подразумевается, что ответ «да». Интрига. Как пример, мы точно знаем, о чем ты думал сегодня. Дальше. Второй пункт. Краткое описание. Пункт понятный. Даем максимально понятное объяснение услуги продукта или ситуации. Здесь не надо описывать биографию компании или давать лишние комментарии. Призыв к действию. Тоже понятный пункт. Подробно рассуждать здесь не будем. И четвертый пункт. Это дедлайн. Обозначаем ограничение по времени. Это простой и эффективный инструмент побуждения к действию. Вот мы придумали оффер. Теперь переходим к созданию креатива. У нас есть два формата, под которые надо делать объявления. Это пост и сториз. Еще есть рилс, но я не выделяю его в отдельный формат, потому что это все-таки формат сториз. Мы можем запускать либо картинки и текст, либо видео. Правильно выбираем размер и формат креатива под соцсеть или рекламную площадку, в которой будем размещаться. Чтобы изображения и текст не выходили за пределы креатива, кроме общего размера нужно учитывать безопасные зоны для текста и объектов. Например, в сториз нужно отступить по 250 пикселей сверху. Это место для названия аккаунта и слова реклама. И снизу это будет место для свайпа. Наша главная задача захватить внимание с первых секунд. Иначе рекламная кампания провалена. Особенно это касается сториз. Потому что когда пользователь понимает, что перед ним реклама, и она его не цепляет, он просто перелистывает историю. Если обычная сториз длится 15 секунд, то в рекламной надо успеть захватить внимание за 5, чтобы зритель захотел смотреть дальше. Если в качестве креатива для сториз используем видео, оно должно быть динамичным. На экране я привела пример удачных макетов. И их секреты заключаются в том, что мы видим. Во-первых, понятные предложения. Во-вторых, акценты. В-третьих, не перегруженные текстом картинки. И в-четвертых, визуально приятные дизайны. Еще важные моменты. Мы правильно выбираем цветовую гамму. Она может содержать элементы корпоративного стиля, либо подходить по смыслу содержания рекламы. Не используем много цветов. 2-4 достаточно. Не используем 150 шрифтов. Максимум 2-3. Потому что акценты – это не равно перегруженный неэстетичный макет. Если мы делаем видео с закадровым голосом, всегда делайте субтитры. Можно не всю речь, но обязательно ключевые моменты. Stories часто слушают без звука. Если человеку неинтересно или нет возможности сразу включить звук, он пропустит рекламное предложение. И тут мы опять переходим к секретам и колдовству. Самая эффективная реклама сейчас – нативная. То есть это не дизайн-макет. Просто фотографии лайфстайл и немного текста, если это пост. Какие плюсы и минусы? Надо тестировать. Не под каждую нишу подойдет макет без оффера. Но иногда вы можете быть на шаг впереди конкурентов. Так, об основных моментах мы поговорили. Теперь ошибки. Первое. Плохое качество макета – фотографии отдельного элемента. Такая реклама выглядит дешево и неубедительно. К тому же влияет отрицательную на бренд, так как ее видят люди. Второе. Неудачные шрифты, размер и цвет текста. Один текст не сочетается с другим или текст сливается с картинками. Когда текста слишком много, тоже плохо. Третье. Много отвлекающих элементов, не имеющих отношения к рекламе. Нужно избегать всего, что отвлекает от рекламного предложения. Если смотреть такую рекламу в сторис, то даже при всем желании не успеешь уникнуть в суть. Четвертое. Нечеткий оффер, неправильно рассчитанная ЦА, то есть реклама непонятна вашей аудитории. Пятая и самая жуткая ошибка – несоответствие размеров креатива. Никогда не запускайте один макет в пост и сторис. Обрезайте всегда вручную и запускайте разные плейсменты разными объявлениями. Как и где делать креативы? Сейчас любое приложение для телефона подойдет. Конкретно я пользуюсь InShot для видео и сервисом Canva для всего остального. Идеально, если у вас есть возможность прорабатывать идеи с дизайнером, потому что инвестиции в рекламу всегда окупаются. И старайтесь не быть банальными. Вот и все. Делайте хорошее, а плохое не делайте. Краткое резюме сегодняшнего урока. Теперь, после того, как вы разобрались в рекламных креативах, можно переходить к тому, как их показывать. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok